Слова паразиты или как красиво продавать букеты? Всем доброго субботнего утра, с вами снова Ольга и наш проект olynbuket.ru В этом видео я буду рассказывать, как не использовать слова паразиты, когда мы продаем наши букеты, чтобы они лучше покупались и покупатели были довольны и видели в вас профессионалов. Что у нас чаще всего происходит, особенно в маленьких магазинах, когда к нам приходят покупатели и смотрят на множество букетов, которые они видят, мы что делаем? Мы очень часто говорим, вот этот хорош букет, этот ничего, этот свежий, да, то есть вот эти слова нужно исключать из лексикона, и их же можно заменить совершенно другими словами. Мы можем сказать, посмотрите, какой воздушный букет, да, то есть как он воздушно собран, или там, например, посмотрите, как красиво в этом букете смотрятся розы джумиля, то есть клиенты будут видеть, что вы им не просто рассказываете, скажем, например, просто, что вот красивый букет, там, стоит полторы тысячи рублей и так далее, да, а вы будете рассказывать не о цене, а будете рассказывать непосредственно о составе букета. Или там, посмотрите, там, вот эта Вероника, как она выглядывает из цветочков, да, там, или вот эти цветы, там, припорошены специальным спреем, или еще что-то. У нас, кстати, был такой случай, когда к нам пришел помощник на один из цветочных праздников, и я попросила его принести мне в озон с цветами, чтобы поменять воду, и когда он их принес, он сказал, вот, держи тебе твой филингрин, то есть хризантемы филингрин он назвал, как бы, своим названием, это было очень приятно, то есть человек пришел помогать нам просто в магазине, он не флорист, но, тем не менее, слышав наше все время название сортов цветов, он запомнил, и это даже воодушевило нас, потому что это здорово. И также покупатели приходят и спрашивают, можно ли мне купить у вас роза Мондиаль, то есть говорите именно вот сортами цветов, прилагательными, там, да, например, воздушный, красивый, пышный, там, утонченный, именно вот эти слова людям нравятся, и они тогда уже зацикливаются на каком-то букете, и, возможно, его купят, и мало того, что если человек, возможно, пришел, предположим, приобрести букет за тысячу рублей, но вы красиво расписали букет, который за полторы, да, то есть он, возможно, и приобретет. Поэтому всегда используйте красивые, нежные слова, используйте название цветов, все, которые вы знаете, которые у вас продаются в магазине, и тем самым вы станете немножко на уровень выше, ваши букеты будут быстрее продаваться, и покупатели будут довольны. Поэтому изучаем все самые красивые слова, убираем все слова-паразиты, особенно такие, как ничего, потому что слово ничего, это у нас, собственно, и ничего, вот. Какой вы хотите, можно спросить, на какую сумму вы рассчитываете приобрести букет, да, то есть обязательно убираем все вот эти слова, и улыбаемся всегда нашим покупателям, и рассказываем, какой же мы красивый и прекрасный собрали букет. Если вы собирали букет просто так, это уже, конечно, вам будет сложно его продать, но если вы собирали его с душой, вам будет что сказать о своем творчестве, о своем букете, поэтому тестируем себя, изучаем слова и радуем наших клиентов. Ну, а если вам сложно рассказать о своем букете, если вам сложно изучить все сорта цветов очень быстро, я приглашаю вас в свою студию флористики онлайн, где всему этому мы вас научим. Мало того, вы обучитесь развивать свое творчество, развивать свои идеи, продавать свои букеты очень красиво, быстро их собирать, работать с самыми тяжелыми клиентами, и многому еще другому все это будет в нашей студии флористики онлайн. Поэтому подключаемся, и я буду очень рада видеть вас, участникам нашей студии флористики онлайн. Спасибо за внимание, до следующей субботы! Субтитры сделал DimaTorzok